С добрым утром Казахстан! Очень рада видеть вас у ваших экранов, желаем вам побыстрее проснуться, ну а в этом мы поможем ведущие Олег Великий и Айгуль Туружбаева. Доброе утро, дорогие друзья! С новым осенним утром вас, дорогие наши телезрители! Ну что ж, дорогие друзья, наверняка вы уже проснулись, попиваете свой любимый кофе или чай? Да, скорее просыпайтесь, потому что впереди ждет вас очень много интересного. И, кстати, хочу отметить, что осеннее утро, оно не такое теплое, как летнее, но, наверное, все-таки такая погода очень бодрит, согласись, Айгуль. Я напоминаю, что на календаре сегодня 6 сентября, среда. И, кстати, наверное, многие даже не задумывались о том, почему этот день недели называется среда. Оказывается, слово среда является однокоренным со словом середина, ну то есть то, что делит пополам. Именно поэтому этот день недели было решено назвать именно среда. Но если продолжать тему среды, мне известно, что британские косметологи выявили, что именно мы, женщины, по средам выглядим не очень хорошо. Да, очень интересное заключение они, конечно, сделали. Ну, хотя, Айгуль, знаешь, может быть, в какой-то степени они правы. Но впереди у нас традиционная разминка. Доброе утро! Сейчас мы выполним практику, которая поможет вам понизить ваше артериальное давление. Для этого надо сесть с прямой спиной, соединить кончики пальцев рук, локти будут у нас находиться по бокам и руки перед нами, перед нашей грудью. В этом положении мы сосредотачиваем свой взгляд на кончике носа и начинаем медленно глубоко дышать. Но мы дышим следующим образом. Мы делаем вдох через рот, словно пьем через зубки. И выдох медленно и плавно через нос. И давайте сосредоточимся на кончике носа. Почувствуем, как пальчики рук касаются кончиками друг друга. И начнем медленное глубокое дыхание. Вдох через рот. Выдох через нос. Медленно глубокий вдох. Плавный выдох. Медленно глубокий вдох. Плавный выдох. И еще раз глубокий вдох. Плавный выдох. Хорошо, закончили. И эту практику мы выполняем тоже на протяжении 1-3-5 минут. После того, как вы посмотрели на кончик носа, нам надо наши мышцы глаз расслабить. Для этого мы просто жмуримся несколько раз и моргаем глазками. И напряжение с глаз уходит. Желаю всем хорошего дня и успешной практики. Дорогие друзья, мы уже не раз вас знакомили с различной кухней мира. И этот день также не будет исключением. Да, сегодня мы познакомим вас с мексиканской кухней. И, наверное, благодаря своему яркому цвету, насыщенному вкусу, мексиканская кухня была, есть и, наверное, останется самый острый, но в то же время простой и народный. Здравствуйте, дорогие друзья. И сегодня мы с вами будем готовить такос. Для этого нам понадобится куриное филе, кукуруза, болгарский перец и лук. Ну и, конечно же, пшеничная или кукурузная лепешка. Ну, в данном случае пшеничная. Начнем. Возьмем куриное филе. Нарежем соломкой. Можно пластинами. Так, этого достаточно. Лук с соломкой. Так, это вот здесь. Перец тоже соломкой. Для начала мы расходим скороду. Примерно 180 градусов. Так, ну что ж, приступим к жарке. Итак, у нас получилась такая вот начинка. Сейчас мы продолжим путь вложим в лепешку. Закрываем ее. В виде кулька. Вот так вот. И таким образом жарим на сковороде. Итак, это вот, что у нас получилось. Это так, с соусом сальса. Ну, приятного аппетита! Признайтесь, много ли вы сможете рассказать про Сингапур? Что это за страна? Где она находится? Что в ней особенного? Что в ней производят? Вот ты знаешь, Айгуль, мне кажется, что многие из нас просто будут в замешательстве, если нам вот задать такой вопрос. Возможно, это так. Но только не эксперт по туризму. Доброе утро, дорогие телезрители. Сегодня я эксперт по туризму Купешева Носгуй. Сегодня поговорим об удивительном месте, таком как Сингапур. Сингапур – это страна с повышенным содержанием экзотики. Здесь мирно существует четыре религии. Крупнейший район Сингапура – это Чайна-таун. Шумный, многолюдный и верный традиции. Следующий, еще один живописный квартал – это маленькая Индия. Отсюда невозможно уйти без покупок. При лавке ломятся от драгоценных украшений, ароматных специй и красочной сари. Также самый модный район Сингапура – это Орчарт-Роуд с жемчужей, ботанический сад, признан одним из лучших в мире. Также многолиткий Сингапур – это не только столицы, но и ближайшие острова. Самый известный – синтеза с необычайно красивой природой и целой коллекцией развлечений. Огромный океанариум, подводный мир, парком бабочек, комплекс Universal Studios. На острове Пулау-Вин можно насладиться тишиной рыбацких деревушек. А на пол-тигон прогуляться по действенным лесам и отдохнуть на безлюбленных пляжах. Лучшие пляжи столицы сосредоточены на востоке. Непременно для каждого туриста, отдыхающего в Сингапуре, найдутся достопримечательности, способные заинтересовать каждого туриста от экзотики до классики, до пляжей. Это чистый, ни с чем не сравнимый Сингапур. Он очень привлекательный от экзотики до спокойного вида отдыха. Как для молодежи, так и для семейного отдыха. Как для покупок, и так для тех, кто просто хочет посмотреть красоты этой маленькой, но очень удивительной, красочной, доброжелательной страны. Поэтому обязательно съездите в удивительную страну, как Сингапур. И раз в год обязательно я вам советую съездить в ту страну, чтобы увидеть что-то новое. Каждый год новая страна, удивительный мир. И для себя получите что-то новое. С вами была эксперт по туризму Купешева Назгуй. До скорой встречи. Я думаю, что многие со мной согласятся, что быть родителем первоклассника – это очень ответственно и волнительно. В голове столько мыслей и переживаний. Да, наверное, вас, мам, волнует абсолютно все. И вот поэтому в сегодняшнем выпуске мы собрали несколько советов, которые помогут вашему ребенку быстрее адаптироваться в школе. Итак, что важно сделать накануне? За несколько дней до начала учебного года купите ребенку красивый будильник и вручите его в качестве подарка. С этого дня важно начинать готовиться к новому школьному режиму с понедельника по пятницу. Начать заранее – это очень важный момент. Позитивный и спокойный настрой мамы – залог уверенности ребенка в том, что школа – это прекрасно. Поработайте над своими эмоциями. Ни в коем случае не пугайте детей. Если вы не можете найти нужные слова, лучше вообще промолчать. Детство закончилось, пора быть серьезнее. Отложи игрушки и привыкай к учебникам – это те фразы, от которых лучше отказаться. Не спешите нагружать ребенка всевозможными дополнительными занятиями. Различные спортивные секции и дополнительные занятия лучше отложить до октября. Накануне первого сентября найдите свое фото времен первого класса и поделитесь с ребенком эмоциями и воспоминаниями. Расскажите, как прошла ваша первая школьная линейка, какой была ваша первая учительница, как вы познакомились с новыми друзьями, каким красивым был ваш праздничный наряд. Расскажите ребенку о том, как проходит линейка, как это интересно знакомиться с новыми ребятами. Перед самим праздником обязательно ложитесь спать вовремя. Заварите ребенку чай с успокоительными травами, а себе обязательно двойную дозу. Почитайте ребенку перед сном, погладьте спинку и заразите его своим спокойствием и уверенностью. И вот теперь вы мама первоклассника. Поздравляем! Удачи и терпения вам! Следующая стадия, которую предстоит преодолеть, это первые две недели учебы. Вот несколько наших рекомендаций. Если ваш график позволяет, старайтесь сами забирать ребенка из школы. Помните, сейчас вашему ребенку эмоционально очень сложно, даже если он улыбается. Адаптация к школе – это большой стресс. Будьте терпимы! Задавая вопросы после занятий, делайте акцент не на уроках и отметках, а на взаимоотношениях с детьми, настроении и самочувствии вашего школьника. Когда ребенок идет в школу, из-за переживаний у него может измениться качество сна. Старайтесь каждый вечер уделять ребенку внимание. Полежите с ним, поболтайте, приласкайте. В период так называемой «острой адаптации» старайтесь полностью отказаться от компьютерных игр и длительного просмотра телевизора. Позаботьтесь о том, чтобы у ребенка были другие занятия и способы переключения внимания на них с учебного процесса. После уроков дома ребенок может начать вести себя слишком активно. Смотрите на это с точки зрения адаптации, ведь таким образом он переключается с новой для него среды и обстановки. Ну а прямо сейчас, дорогие телезрители, начинающий поэт Сергей Быков прочтет очень чувственное и красивое стихотворение. Мы думаем, что он обязательно вдохновит вас на поэзию. Вы обязательно подойдете к своей книжной полке, достанете книгу и прочтете давно забытые стихи. Доброе утро, дорогие уральцы! Пусть сегодняшний день принесет вам счастье. Быть знаменитым некрасиво. Не это поднимает ввысь. Не стоит заводить архива над рукописями трястись. Цель творчества – самоотдача. А не шумиха, не успех. Позорно ничего не знача быть причиной встах у всех. Но надо жить. Без самозванства. Жить так, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь пространства. Услышать будущего зов. И надо оставлять пробелы в судьбе, а не среди бумаг. Места и главы жизни целой очерчивая на полях. И окунаться в неизвестность. И прятать в ней свои шаги. Как прячется в тумане местность, когда в ней не видать низги. Другие по живому следу пройдут твой путь за пятью пять. Но поражение от победы ты сам не должен отличать. И должен ни единой долькой не отклоняться от лица. Но быть живым. Живым и только. Живым и только до конца. Будьте счастливы, дорогие друзья. До новых встреч. Современные утюги очень помогают в хозяйстве. Они гладят, отпаривают. И главное, что происходит, все это быстро и просто. Но вот, наверное, никто не задавался вопросом. А кто же изобрел утюг? Ну, обо всем об этом расскажет нам Геннадий Леонидович. Вот здесь, на этом стенде, мы можем проследить историю утюга. Предмета, без которой не обходится ни одна хозяйка. Вот в середине 19 века сначала вот такой был утюг. Прямо в утюге разводился огонь. С трубы шел дым. Но это, конечно, было неудобно, потому что копоть в квартире, в доме. Потом на смену этому пришел вот такой утюг. Здесь огонь не разводили, а засыпали уже горячие угли. Утюг накалялся, им, значит, гладили белье, одежду. Потом на смену ему пришел вот такой. Называли его ленивый. С ним возиться не нужно было. Ставили на горячую плиту. Утюг нагревался, и можно было пользоваться. И вот смотрите, какая красота. Это подставка под утюг, кастлинское литье. Просто произведение искусства. И в заключении вот такой маленький утюжок. Это не игрушка, это утюг, портних. Портнихи гладили воротнички и кружева. Здесь также представлены умывальники уличные, водолеи. С одной дулькой, с другой, с двумя дульками. Кстати, вот этим умывальником умывался Гайдар, Аркадий Гайдар, когда приезжал в 30-е годы рыбачить. Это умывальник с поселка Кловертное. Здесь также представлены весы. Особенно интересные вот это, очень редкие весы, это ювелирные американские. Здесь также представлены кофемолки различные. Всем им более 100 лет. И также ступки и пестики, без которых хозяйки тоже не могли обойтись. И вот такое тоже произведение искусства «Заслонка от русской печи». Это одно из самых таких ранних у нас экспонатов. Это середина 18 века на заводах Демидова отливались. Вот еще очень ценный экспонат. Это один из первых в Уральске электрических счетчиков. Это счетчик с дома Карева. Уже в 1907 году в Уральске было электричество. И вот нам посчастливилось, нам подарили этот счетчик. И вообще я хочу сказать, что все эти экспонаты, о которых я рассказывал, связаны с нашим городом и подарены музею жителями Уральска. За что мы им очень благодарны. Уважаемые телезрители, мы продолжаем вас знакомить с итальянской кухней. О, мамма миа! Буквально на днях состоялось торжественное открытие уже полюбившегося многим ресторана итальянской кухни «Мама миа». Многие уральцы и гости города смогли оценить все достоинства ресторана. Комфорт, стильный дизайн интерьера, а также насладиться блюдами солнечной Италии. Летнее по настроению итальянская кухня и светлый интерьер создают ощущение легкости. Ресторан стилизован под уютное итальянское пати, утопающее в зелени с яркой мебелью и множеством очаровательных деталей. Это идеальное место как для деловой встречи, так и романтического ужина и живой дружеской вечеринки. Меню «Мама миа» – это собирательный образ Средиземноморья. Здесь представлены известные блюда различных регионов Италии. К слову, большинство продуктов, которые используют повара на кухне ресторана, поставляются прямо из Италии. Только здесь вы сможете попробовать настоящую итальянскую пасту, ризотто с грибами, домашние равиоли, хрустящие пиццы с различными начинками и другие шедевры итальянской кухни. Винная карта ресторана гармонично сочетается с меню, и к каждому блюду можно подобрать вино, максимально подчеркивающее его вкус. Также в будний день отдохнуть от рабочей суеты за вкусной трапезой. По привлекательной цене приглашаем вас в наш уютный ресторан на бизнес-ланч. В целом «Мама миа» – это маленькая Италия. Окунитесь в ее тонкую культуру, попробуйте лучшие блюда этой страны и насладитесь волшебной атмосферой. Мы находимся в ТРК «Сити-центр», пятый этаж. Ну что ж, дорогие друзья, наше эфирное время подошло к концу. Мы с вами прощаемся, но совсем ненадолго. Всего вам самого наилучшего, плодотворной рабочей недели и хорошего настроения. До скорых встреч. Овнам следует быть более осторожными сегодня и не делать все в спешке. Чрезмерно высокий энтузиазм и уверенность в себе может привести к повышенной доверчивости и ошибкам. Это день, когда вы получите дополнительные силы и энергию. Тельцы же любят работать в одиночку, однако сегодня ваш переизбыток самоуверенности может быть разрушительными. Большие объемы работы обязательно приведут к ошибкам и наказаниям. Если у вас есть возможность, попросите помощи своих друзей. Близнецы всегда смогут заручиться поддержкой своих многочисленных друзей. Сегодня следует прислушиваться к ним и отказаться от слишком авантюрных идей. Ракам же следует больше прислушиваться к семье и близким людям. Сегодня вы можете быть чересчур уверены в себе и не обращать внимания на важные критические замечания. Львы же станут еще более корыстными и снисходительными к окружающим. Тем не менее, старайтесь критически отнестись ко всем словам окружающих. Не стоит все воспринимать на веру. Девы могут стать чересчур самоуверенными в себе, хотя это чувство обычно не свойственным вашему знаку. Все это может привести к ошибкам на работе. Гороскоп у весов обещает непростой день. Есть вероятность споров и необоснованной агрессии от руководства. Постарайтесь не пересекаться с начальством. С луной вовне вы начнете больше беспокоиться о своих потребностях, чем об окружающих. Скорпионам же не стоит сегодня реагировать агрессивно на совет окружающих людей. Старайтесь спокойно объяснить, что сможете справиться со своими задачами самостоятельно. У стрельцов же день будет без проблем, поскольку вы без проблем можете работать в одиночку и не страдаете от излишней самоуверенности в себе. Козероги могут начать видеть друзей там, где их нет, поэтому постарайтесь быть более осторожными в общении с незнакомыми людьми. Сегодня вы и сами почувствуете, как ваш мозг витает в облаках и не способен посредотачиваться на деле, как прежде. Ваш напористый характер может стать источником проблем, поэтому водолеям необходимо постараться не сильно навязывать свои мысли и точку зрения окружающим. Рыбам не следует сегодня бояться обращаться за помощью, когда это необходимо. С луной вовне вы почувствуете дополнительные силы и энергию, а желание работы будет просто кипеть. Это благоприятный день, чтобы притворить в жизнь свои заветные мечты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова